МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Константин Кравцов дышал полдня так же, как и все, зажав нос. Закрыть поплотнее окно и не высовывать свой нос на улицу, иначе рискуешь вдохнуть, не то, что хотелось бы там стоит, но очень неприятный запах. Похож он на какие-то поры канализации или биологических отходов. В общем, вдохнуть полной грудью сегодня смогли немногие абаканцы. Вообще сильно очень пахнет. Неприятно. Конечно. Для неполной грудью просто идешь и сразу чуть-чуть с машины вылазишь, и сразу плохо. Это с утра так. Мало приятного. Мы вообще-то не местные. Сегодня только к вам приехали. У нас посвежее запах. А чем пахнет? Куриным пометом. Разнюхивать, откуда ветер дует, долго не пришлось. Предполагаемый источник зловония – подсинская птицефабрика. Она уже давно имеет дурную славу. В селе резкий запах стоит практически постоянно. Однако до абакана доходит редко. А значит, сегодня здесь, похоже, большой выброс. Специалисты Минприроды и сельхознадзора берут пробы воздуха в окрестностях предприятия. Мы сейчас будем мерить концентрацию аммиака, сероводорода, этил и нитилных каптанов в воздухе. Какими будут результаты и насколько все вредно, станет известно в ближайшее время. Между тем, представители фабрики от каких-либо комментариев отказываются. В любом случае к делу, скорее всего, эксперты будут привлекать прокуратуру. Только люди в погонах могут провести экологов в эпицентр зловония. Нам еще будут добраться до источника и взять за меры непосредственно на источники выброса вот этих вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Тогда бы у нас полное понятие было. Но туда просто так не пускаем? Ну, просто так мы зайти не можем. Не можем. В соответствии с действительным законодательствами. Стоит отметить, претензии от надзорников птицефабрика получает не впервые. Буквально в августе она заработала штраф и предписание привести в порядок хранение отходов производства. И не исключено, нынешняя проверка обернет для предприятия новые расходы, которые и без того находятся сегодня в стадии банкротства. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. За прошедшие выходные инспекторами ГИБДД Хакасии выявлено 1150 нарушений, среди которых управление в наркотическом и алкогольном опьянении, превышение скоростного режима неиспользования ремней безопасности. Зарегистрировано 7 ДТП, 8 человек пострадали. В том числе водитель Хонды Аккорд, который двигалась в сторону кольца на Усть-Абакан. За рулем была 27-летняя женщина. Не справившись с управлением, она снесла металлическое ограждение и выехала в кювет. Хотя, по словам очевидцев, скорость автомобиля была небольшой, жительница Абакана получила черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Сразу после аварии ее пришлось госпитализировать. Сзади ехали, за ней, получается, она как-то раз в сторону, случайно, прямо на месте, в сторону ушла и все. Получилось так. Мы скоро позвонили, вытаскивали его, посмотрели, кто в машине есть, может, ребенок есть. Ну, так она одна была, нормально все все. На врачей Белоярской центральной больницы возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в апреле с сердечным приступом в стационар был доставлен 45-летний мужчина. Больному назначили лечение, но через некоторое время он умер, по мнению родственников, из-за ошибки медиков. О деталях дела белоярских врачей расскажет Анна Ахпашева. Сегодня в Хакасии стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Любой житель республики может позвонить на круглосуточный телефон горячей линии и сообщить об известных ему точках торговли наркотиками. Линия будет работать в течение 10 дней. Звонить по телефону, который вы сейчас видите на экране, можно круглосуточно, из любой точки Хакасии. Звонок бесплатный. В школу с трех лет пойдут почти 130 абаканских детишек. Это не новая реформа образования. Просто при двух школах города сегодня открываются группы для дошкольников. Шесть новых групп уже готовы принять своих воспитанников. С финансовой точки зрения это не так затратно по сравнению со строительством нового учреждения. Дешевле как минимум в пять раз. Одно место обошлось примерно в 120 тысяч рублей. Всего на ремонт мебели и оборудования ушло порядка 18 миллионов. Такой опыт в Абакане реализован впервые. Размещение в одном здании учеников и дошколят не будет мешать ни образованию, ни воспитанию. Как и прежде у одних будут свои учителя, у других – воспитатели. Даже обеды готовить им будут разные повара. Сегодня представители республиканской и городской власти оценили новый подход к сокращению очереди в дошкольные учреждения. Однако очередь в детские сады в столице республики остается внушительной – 5,5 тысяч малышей. Мэр Абакана заверил, что в следующем году будет заложено еще три фундамента для дошкольных учреждений. А до конца текущего в Абакане запланировано открытие одного детского сада на 300 мест. В деревне Заря у Стебаканского района открылся социокультурный центр. Впервые за много лет. Это стало возможным благодаря программе поддержки малых сел, что дает сельчанам такое внимание. Какие проблемы, кроме досуга, еще решены в деревне, рассказывает Юлия Константинова. В деревне Заря меньше ста человек. Нет ни почты, ни магазина, ни администрации. Даже пенсию выдавать приходилось и в доме старосты, а собрание проводить на центральной улице. Именно здесь, на общем сходе с представителями Министерства культуры, кураторами Зари, обсуждали сельчане свои проблемы. Десять месяцев назад не верили, что станет лучше. Жизнь заметно изменилась. Заасфальтировали центральную улицу, провели освещение. Тем, у кого не было, пробили скважины, многодетная семья отремонтировали дом. И вот открыт социокультурный центр. Миллион восемьсот тысяч выделено на его строительство из республиканского и муниципального бюджетов. На средства Единой России создана детская площадка. Так что теперь это небольшое здание стало настоящим центром маленькой деревни, местом сбора сельчан. Этот центр позволит стереть грани между городом и деревней. В части обеспечения жителей деревни Заря социальными услугами. Здесь будет работать передвижная библиотека, выступать творческие коллективы, театры, солисты филармонии. Раньше об этом можно было только мечтать, рассказывает Галина Кибалина, староста деревни, которая живет в Заре почти 30 лет. Врач приходит, так же по деревне ходит, не прививки поставить негде было, ничего. Теперь есть у нас где врачу приехать, осмотреть, что, да, и проголосовать. Голосовали на улице сколько лет. Да, серьезно. Кроме смеха, вот приезжают на перекресток, становятся люди собираются, выносят, кто принесет стол, кто стул. Сейчас есть помещение, где можно забраться, обсудить проблемы, отметить праздники, главное из которых – торжественное открытие центра. Поздравить жителей с этим событием приехали почетные гости, не с пустыми руками, с подарками. Так что теперь местный клуб оснащен звуковой аппаратурой, бытовой и компьютерной техникой. Это были все новости, которые мы успели рассказать к этому часу. Я напоминаю, что наши сюжеты вы можете увидеть и в интернете по адресу вестидефисхакасия.рф. А я пока с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова